Путин прекрасно понимает, что сейчас он сам себя атаковал, и сам себя пустил на уровень нашей страны. И переговорный процесс, если он и будет, ему придется везти с Киевом. Москва должна будет напрямую разговаривать с Киевом. Для Путина это унизительно. Это одна из целей Запада, которую он ставит перед этой войной. То есть опустить Путина на уровень, допустим, Украины. Путин хочет себя легитимизировать, вернувшись на Алим. Как это сделать? Надо спровоцировать НАТО. Надо поднять ранг войны до мировой. Как это сделать? Только через вступление в войну НАТО. Литва есть одной из стран-членов НАТО. Так вот, если Российской Федерации в результате всех этих угроз, военных, политических, экономических, удастся спровоцировать НАТО на первый выстрел, все, Путин поднимает уровень войны до мировой, объявляет, допустим, альянс о самом агрессивном блоке на планете, трубит во всех организациях, что на Россию напали, ну и тут же предложит переговорный процесс по урегулированию этой кризисной ситуации. И тогда уровень переговоров Путина куда уходит? На мировой Олимп. То есть те же руководители НАТО, это Джо Байден, Макрон, Шольц, и первые лица, уже не Киев будет участвовать в переговорах, не наш президент, а уже мировые лидеры. Вот чего добивается Путин. Вот зачем ему нужна страна НАТО. Он ни в коем случае не будет воевать с НАТО. Ни в коем. Потому что он понимает, что силы не равны. И вот я почему говорю, что в этом контексте вряд ли когда-нибудь Россия сделает первый выстрел в сторону НАТО. Ну, я гипотетически говорю про первый выстрел. Но он будет провоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировой уровень.